Наша лекция сегодня, меня Вячеслав приглашал тогда, когда именно с этой целью, с этой мыслью придет ли Илья Пророк в наши дни. Друзья мои, все те, которые исследовали Слово Божье, все те, которые читали книгу Библию, они знают четко это заявление, которое сделал пророк Малахия. Это пророк последний Ветхого Завета, последний пророк Ветхого Завета, который провозгласил эту серьезную весть. И он сказал об этом в книге пророка Малахии. Я читаю сегодня вместе с вами. Это последняя книга Библии. Последняя книга Библии, четвертая глава книги пророка Малахии. Я читаю с пятого текста. Вот я пошлю к вам Илью Пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил земли проклятием. Библия говорит о том, что перед наступлением Дня Господня должен явиться Илья Пророк на нашу землю. Цель нашей встречи сегодня, чтобы ответить на вопрос, почему должен прийти Илья, какую весть должен сообщить Илья людям перед пришествием Христа. И когда это время, когда Илья должен появиться. Потому что Библия говорит, что он должен приготовить мир к пришествию Господа Иисуса. Поэтому сегодня мы ответим на эти важные вопросы. В Евангелии от Марка в 9 главе мы читаем историю, как Иисус Христос, общаясь с учениками однажды, подчеркивал о том, что должен прийти Илья. Давайте будем читать Евангелие от Марка, 9 глава. Я читаю с 11 текста. И спросили его, как же книжники говорят, что Илье надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть униженному. Но говорю вам, что и Илья пришел и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Знаете, здесь этот текст показывает, что Иисус знает эту истину. Он знает, что должен прийти Илья. И Он знает об этом, и Он подтверждает, что это правда, что перед наступлением дня Господня должен прийти Илья. А затем Он говорит о том, что Он уже пришел. Но люди не узнали Его. Возникает вопрос, есть ли Илья уже пришел, кто Он? Чтобы объяснить это, я не буду пользоваться своей логикой, но я открою место священного писания, Евангелие от Матфея, 17 главу. Я должен вам сегодня как бы помочь нечто. Книга Новый Завет, книги Нового Завета. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Иоанна. Это Евангелие весть об Иисусе Христе. Это сообщение о том, что сделал Господь для спасения человека. Это подтверждение того, что исполнилось пророчество Ветхого Завета и пришел Спаситель мира. И вот здесь, в этих книгах, в этих Евангелиях описывается примерно Евангелие от Матфея, Марка и Луки. В этих трех Евангелиях примерно одинаково описывается история и жизнь Иисуса и как исполнилось пророчество, и что Христос Мессия. Евангелие от Иоанна чуть-чуть отличается. Иоанн написал свое Евангелие после того, как он перечитал уже имеющиеся этих три Евангелия. И он дополнил то, что упустили эти евангелисты, которые писали. И поэтому оно чуть-чуть отличается. Поэтому Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, они близки по своему содержанию. И в 17 главе Евангелия от Матфея я читаю с 10 текста. И спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все». В греческом языке написано слово, где здесь переведено, как «устроить все». Апокатастей. Апокатастей. Оно обозначает, в переводе на русский язык, Илья должен прийти и восстановить все. Не просто устроить все, он должен восстановить все. Должен прийти Илья и восстановить все. «Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, но поступили с ним, как хотели. Так и сын человеческий пострадает от них». Слушайте внимательно. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Библия говорит, что Илья пророк должен прийти. И когда Христос сказал, что он уже пришел, но поступили с ним, как хотели, ученики поняли, что он говорит о ком? Об Иоанне Крестителе. И вы знаете, здесь же в Евангелии от Матфея, когда вы читаете 11 главу Евангелия от Матфея в 14 тексте, здесь есть очень важное заявление. Давайте я прочитаю с 12 текста. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное с силой уберется, и употребляющие усилия восхищают Его». Я хочу обратить ваше внимание на этот текст. Он не касается именно нашей лекции сегодня. Но я хочу вам сказать одну Божью правду. Некоторые люди решили, что с тех пор, как пришел Иисус Христос, нет проблем. Спасение – это только так. «Веруй в Господа, и уже спасся». Все. Ничего, никаких усилий с той стороны человека, ничего не надо. А что сказал Иисус Христос? «От дней Иоанна, Крестителя, Царство Божие, берется чем? Силою и прилагающие усилия. Только тогда они могут восхитить Царство Божие. Только тогда они могут попасть в Царство Божие». Это очень важно. Сатана не умер. И борьба продолжается. Далее Христос говорит. «И если хотите, ибо все пророки до Иоанна, и если хотите принять, Он есть Илья, которому должно прийти». Скажите, пожалуйста, Иоанн Креститель – это кто? Как заявляет Иисус Христос? «Он Илья – пророк». Очень важное заявление. Чтобы вы не сомневались в этом, вообще-то, словам Иисуса вообще невозможно сомневаться в словах Иисуса. Им можно только доверять. Но чтобы вы не смущались и не переживали, как это так, когда пророк предсказал, что должен прийти Илья, а тут вдруг перекладывают Илью на Иоанна Крестителя. Он же был Иоанн Креститель, а не Илья. Друзья мои, это правда. Он не был Ильей. Он был Иоанн Креститель. Но для того, чтобы мы могли уразуметь, что это исполнение пророчества Малахии, нам нужно посмотреть, каким образом родился Иоанн Креститель и что о нем Господь предсказал. Я читаю Евангелие от Луки 1 главу. Должен сказать вам, отец Иоанна был священником при храме. Священников в это время было очень много. И поэтому была очередь когда кто из священников должен был служить в храме. И однажды, когда пришла очередь Захарии, чтобы он был там священником, чтобы он выполнял службу в храме, ангел Божий явился в храме для Захарии. И давайте будем читать. Это был отличный от всех других священников. Это был богобоязненный человек. Это был человек, который любил Господа Бога. А теперь я читаю вам о том, что произошло, когда Захария попал в храм для выполнения служения. Тогда явился ему... Это первая глава Евангелия от Луки с 11 текста. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правой сторону жертвенника Кадильного. Захария увидел его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, «Ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Иисамета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и водки. И Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу и предвидит пред Господом Богом в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов к детям, непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Это никакая не реинкарнация. Абсолютно нет. Это никакой не Илья. Илья – это совершенно другая личность. Это не личность Ильи, но Дух и сила, сила Ильи. Та сила, то реформаторское сердце и дух, которым был исполнен Илья Пророк, в том духе, в той силе, исполнен той же силой Духа Святого, появится человек, который приготовит путь Господу. И таким стал Иоанн Креститель. Это не Илья, но это похожий на Илью, исполненного Духа Святого. Это который имел такой же дух, такую же силу, такое же понимание Господа Бога, и который призывал людей к покаянию, чтобы приготовить людей к Господу Богу их. Поэтому, друзья мои, Иоанн Креститель, он не был Ильей в натуральном виде, но он был в силе и духе Ильи выполнил поручение Господа Бога. Я сегодня хочу сказать вам, что это пророчество Малахии, оно имеет два измерения. Оно имеет два измерения. И одно первое измерение это то, когда произошло почти две тысячи лет тому назад. Это было исполнение пророчества Малахии, потому что Библия говорит о том, что перед наступлением Дня Господня, скажите, рождение Иисуса Христа, и когда Иисус стал Мессией, Его крещение, помазание Духом Святым, скажите, это Господь Бог Иисус или нет? Библия констатирует факт, что Христос однажды уже приходил. И Библия констатирует факт, что еще однажды Господь Небес придет на эту землю. И это будет второе пришествие Господа Иисуса. И поэтому это пророчество пророка Малахии, оно имеет два измерения. Библия говорит, перед наступлением Дня Господня, перед наступлением первого пришествия Христа, Бог послал Илью Пророка, перед наступлением второго пришествия Христа, Бог послет Илью Пророка для того, чтобы приготовить людей, чтобы вы не сомневались в том, что я сейчас сказал вам. Я открою книгу пророка Малахии и прочитаю четвертую главу с первого текста. Посмотрите. Ибо вот придет день пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. Скажите, о каком времени говорится? Говорится о втором пришествии Христа или о первом? О втором. А затем я читал это первый текст, а затем я читал пятый и шестой текст, и написано, что перед наступлением Дня Господня должен предстать Илья Пророк, который приготовит этот мир к пришествию Христа. И он все восстановит. Он восстановит истину Божью. Он поднимет на пьедестал истину Божью, дабы народ был приготовлен к пришествию Господа Бога. Поэтому, друзья мои, это пророчество Малахи имеет два измерения. Господь Иисус применил его в то время, когда он был. И Господь Иисус сказал, что да, Илья должен прийти, прежде чем я появился. Скажите, кто первый вышел на служение, чтобы проповедовать? Иоанн Креститель или Иисус? Иоанн Креститель. Для чего он это делал? Он готовил народ Божий, еврейский народ, потому что Иисус к кому пришел? Пришел к своим. им. И поэтому он воздвиг Илью пророка, чтобы он приготовил своих к пришествию Дня Господня. Но свои в конечном что сделали? Не приняли. Они поиздевались над Иоанном Крестителем. И Господь говорит, так же и Сын Человеческий Иисус Спаситель Мессия Он пострадает от них. Точно так Иоанн пострадал от них и так же и Я пострадаю от них, потому что пришел к Своим, а Свои не приняли. Как бы хотелось, чтобы сегодня, когда мы живем при двери второго пришествия Иисуса Христа, чтобы когда Иисус явится к нам, чтобы мы были приготовленными и приняли Господа Иисуса Христа. Друзья мои, какова же цель вести Ильи? Какова же цель? Я читал Марка 9 главу 12 текст и помните я говорил вам греческое слово апокатастей это восстановить. Цель пророка Ильи восстановить что? Потоптанное и потерянное из слова Божьего. То, что стало для людей неправдой, то, что было самой, что не есть истиной, но теперь люди привыкли к традициям и вместо истины стали веровать традицию. Но когда придет Илья, он обратит сердца людей к истине Божьей, к Слову Божьему, чтобы они повернулись всем сердцем своим Господу Богу их. Наверное, я должен вам хоть немного рассказать что-то о пророке Ильи, потому что я все говорю о том, что Илья должен прийти, а мы должны знать, чем, какой особенностью отличился Илья от всех других, что Бог говорит, что только Илья, только такой, как Илья, он сможет выполнить великую работу, чтобы приготовить людей ко дню Господа Бога. Когда появляется Илья, в какое время, когда появляется Илья, какую весть Илья несет, возвещает, когда появляется Илья, и почему он появился в истории человечества, и затем он провозгласил эту весть. Мы должны сегодня открыть для себя эту истину. Народ израильский, это Божий народ или нет был? Это был Божий народ. Но посмотрите, что стало происходить в Божьем народе. И когда вот эта ситуация происходит в Божьем народе, Бог говорит, я пошлю к ним Илью пророка. Читаю вместе с вами 16 главу 3 книга царств. 16 глава, читаю с 29 текста. Ахав сын Амвриев воцарился над Израилем и делал Ахав сын Амвриев неугодный предачами Господа больше всех бывших прежде него. Мало было для него подать в грехи Ерубама сына Ановатого. Он взял себе жену Изавель дочь Ефала царя Сидонского и стал служить Валу и поклоняться ему. И поставил он Валу жертвенник и храм воздвиг Валу который построил в Самарии. Самария была столицей в Израиле. Когда-то в истории произошла трагедия истории еврейского народа. В еврейском народе было двенадцать колен и они представляли собой одно израильское государство. Но затем когда сын Соломона Раваам стал очень дерзко вести себя по отношению к израильскому народу когда он был царем разделилось царство израильское на два государства. Иудейское которое представляло собой два колена и десять колен представляло собой израильское государство которое сделало столицей своей Самария. А в Иудее остался Иерусалим столицей. И вот когда царь Ахав стал на престол сел он стал делать больше всех бывших до него великое зло и восстание против Господа Бога. Он ввел народ страшное заблуждение. Он построил храм и капище и жертвенник Богу Ваалу который является антихристом который не является истиной который является абсолютной ложью и обманом и он построил это все и сказал своему народу вот Бог ваш ему поклоняйтесь ему служите это Бог который будет решать ваши проблемы и люди отвернулись от Господа Бога они отвернулись от истины они отвернулись от пророков Божьих и стали поклоняться Ваалу стали служить Богу который был камнем и они камню поклонялись и в камне видели Господа Бога в натуральном физическом камне Бог не мог спокойно смотреть на это я живой Бог я творец неба и земли я создал вас по образу подобию своему я вывел вас из Египта сильной рукою а вы сегодня отвернулись от меня и вот когда наступило такое отступление от истины когда люди повернулись спиной Господу Богу Бог воздвиг пророка своего пророка Илью который сказал сильную весть который помог людям повернуться назад Господу Богу их и посмотрите на ситуацию какая происходила ситуация книга 3 царств 18 глава описывает три года и шесть месяцев не было дождя засуха Бог хотел помочь людям а люди упорно поклонялись Ваалу и молились ему чтобы он послал дождь скажите это нормально может камень просто натуральный камень форма человека может она послать дождь с неба никогда а люди молились жертвы приносили даже до маразма дошли человеческие жертвы приносили для того чтобы каким-либо образом Бог этот камень послал дождь с неба люди отвернулись от Господа Бога своего но когда закончилось три года и шесть месяцев Илья пророк вернулся для того чтобы людей призвать к покаянию и когда он вернулся он встретился с Ахау который искал его Ахау такой был богооступник что он поверил что Илья такой вот человек что он закрыл небо чтобы не было дождя и он решил как только убью его так сразу и пойдет дождь с неба слышите как нечестивые люди богооступники пытаются решать проблемы они видят что в человеке решение проблемы но за этим стоит Господь Бог Небесный и посмотрите при этой встрече какой состоялся разговор когда Ахау увидел Илью то сказал Ахау ему ты ли это смущающий Израиля он смотрел как царь на него на этого человека который был одет в кожу кожаную одежду он смотрел на него саранча какая-то передо мной стоит кто ты такой что ты возмущаешь Израиля у нас есть своя государственная религия у нас есть своя национальная религия у нас есть свои предания у нас есть свои пророки у нас есть свой храм свое капище свои жертвенники мы поклоняемся своему Господу Богу почему ты не сидишь дома спокойно мешаешь нам жить иди себе в дом и сиди спокойно у нас все свое и хорошо работает что мог делать Илья но вы знаете Божий слуга не боится царя и смотрите что он говорит и сказал Илья не я смущаю Израиля а ты Ахау и дом отца твоего тем что вы презрели повеление Господне и идет ей вслед в Аалу проблема не во мне проблема в тебе царь который правишь Божьим народом и увел этот народ в заблуждение и увел их от правды Божьей от истины Божьей проблема в тебе и ты должен ответить за то что ты делаешь и знаете вот эта весть Ильи он был бесстрашным пророком он был человеком которого Бог вдохновил максимально чтобы вернуть себе людей которые повернулись спиной Господу Богу чтобы повернуть отступивший народ к Божьей правде к Божьей истине друзья мои я хочу чтобы вы обратили внимание на ситуацию которая происходит в нашем мире я хочу чтобы вы внимательно посмотрели на то что происходило во дне Иисуса Христа и что происходит сегодня давайте проведем маленький анализ и посмотрим почему Илья должен прийти перед наступлением дня Господа перед первым пришествием Христа почему Илья должен прийти перед вторым пришествием Христа для того чтобы приготовить мир к пришествию Господа почему давайте посмотрим на ситуацию Евангелие от Марка описывает ситуацию народа израильского время в которое Иисус явился в наш мир читая 7 главу книги Евангелия от Марка ибо вы оставили заповедь Божью и держитесь предания человеческого а мы воение кружек час и делайте многое сему подобное хорошо ли что вы отменяете заповедь Божью чтобы соблюдать свое предание но тщетно чтут меня уча учениям и заповедям человеческим скажите нормальное положение людей учили как будто истине все люди во дни Иисуса Христа казалось были религиозными многие христиане по этой причине смешали ветхий завет закон Моисея и эти вот комментарии которых было 4 смешали все это в кучу туда же пхнули и 10 божьих заповедей и решили Иисус противился Слову Божьему Иисус отверг ветхий завет потому что они не изучили проблему народа еврейского к которому пришел Иисус они не приняли его а их проблема была что их учили как бы истине как бы правде Божьей но это были учения человеческие это были традиции предания предрассудки ничего общего не имело со Словом Божьим с писанием Моисея с писанием пророков ничего в одни Ильи пророка была такая ситуация людей научили что Ваал это ваш Бог что нужно поклоняться Ваалу нужно жертвы приносить Ваалу нужно идти в храм к Ваалу и люди считали что они этим чтят Бога и они рассматривали эту статую Ваала и видели в нем своего Бога они отвернулись от живого Бога который дает и дыхание и жизнь и рассматривали перед собой этот камень как свое божество во дни Иисуса Христа такая же самая ситуация люди верили что вот эти заповеди человеческие омовение кружек вот это вот как нужно праздновать в субботу чтобы там есть или не есть яйца которые курица снесет в субботу там как ключ нести и так далее чтобы вот это вот соблюдать потому что это истина Библия не учит этому а люди думали что это истина людей учили как будто правде Божией но это был сплошной обман борьба Иисуса борьба Иоанна Крестителя была против этой лжи против этих комментариев но никогда не против истины которая пребывает вечно и поэтому давайте посмотрим на наше время когда возникали такие ситуации Бог воздвигал Илью Пророка в Ветхом Завете Он выдвинул Илью Пророка в Новом Завете Он выдвинул нового Илью Пророка Иоанна Крестителя как в отместку того чтобы этот человек восстановил истину призвал к покаянию чтобы повернулись Господу Богу а давайте проведем анализ сегодня когда люди идут в церковь во что они верят что там учат правде так или нет что там учат истине они слушают как священник делает нужные сообщения и думают что это голос Господа Бога что он учит правде Божией а он чему учит лжи священники отвратились от закона Господа Бога они не отличают чистое от нечистого и от суббот моих они закрыли глаза свои и я уничижен у них скажите это сегодня правда или нет и вот когда наступает такая темнота Господь находит Илью Пророка и Бог посылает Илью Пророка который должен все менять он должен восстановить истину Слова Божьего он должен восстановить истину Слова Божьего я сегодня хотел бы чтобы вы могли посмотреть какая же эта весть Ильи Бог послал Иоанна Крестителя чтобы повернуть людей от традиций от этого учения человеческого повернуть его к правде Божьей покаяться в грехе а грех это не что иное как нарушение косвенное или прямое одно любой из десяти Божьих заповедей и все что делал Иоанн он призывал повернуться Господу Богу как же сегодня прежде чем ответить на это я сегодня хотел бы чтобы мы все таки прочитали что сделал Илья такого что Бог в нем видел особого посланника и что именно такой посланник должен помочь людям обратиться к Господу перед его пришествием давайте прочитаем дальше 18 главу 3 книга царств и мы посмотрим на эту ситуацию вот весь Ильи послушайте с 21 текста читаю и подошел Илья ко всему народу и сказал перед этим скажу еще потому что чтобы связь была потому что я не читал некоторые тексты за неимением времени Илья пророк дал повеление слышите как я говорю пророк дал повеление Ахау царю и сказал собери ко мне весь народ на гору кормил и там встретимся и поговорим пусть придут все старейшные руководители народа Божьего по племенам их и там поговорим и собери ко мне еще 400 пророков 450 пророков Аловых и 400 пророков Дубравных 850 пророков которые учили лжи людей позови их тоже туда там мы поговорим там мы пообщаемся и там на горе кормил мы решим проблемы Веспасиан римский император однажды когда он узнал что произошло на горе кормил когда он проводил некоторые военные операции он прибыл на гору кормил знаете люди верят что если на горе что-то такое особенное произошло он тогда рассчитывал что там если он помолится Господу у него тоже решатся все проблемы и он принес там жертвы Богу и он там дал обещание Богу потому что он поверит что на этой горе Бог решает проблемы и давайте посмотрим как Бог решал там проблемы посмотрите когда пришли эти люди Илья тогда обратился ко всему народу и сказал долго ли вам хромать на оба колена если Господь есть Бог то последуйте Ему а если Ваал есть Бог то Ему последуйте и народ не отвечал ему на слово ни слова почему люди были на распути вроде бы и Господь Бог и как же мы же Ваалу каждый раз приходили эти собрания проводили у Ваала эти жертвы приносили как нам отказаться мы так привыкли к этому где Господь Бог и они не могли ответить ни слова и затем Илья предложил развязку этой проблемы давайте будем читать об этом и сказал Илья народу я один остался пророк Господин а пророк Вааловых 450 человек и 400 пророков Дубравных пусть дадут нам двух тельцов и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его и положат на дрова но огня пусть не подкладывает а я приготовлю другого тельца и положу на дрова а огня не подложу и призовите вы имя Бога вашего а я призову имя Господа Бога моего тот Бог который даст ответ посредством огня есть Бог и отвечал весь народ и сказал хорошо я бы на их месте положил персты на уста и тоже бы не ответил ни слова разве они были слепцы при их жизни ахау увел в их заблуждение и увел от Господа Бога и они вот некоторое время поработали в этом направлении и настолько убедились что Ваал есть Господь Бог и это истина что они сказали никаких проблем мы сейчас тебе докажем что Ваал есть Господь Бог и посмотрите что происходит и сказал Илья пророком Ваал выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде ибо вас много и призовите имя Бога вашего но огня не подкладывайте и взяли они тельца который который был дан им и приготовили его и призвали имя Ваала призывали имя Ваала от утра до полудня говоря Ваале услыши нас но не было ни голоса ни ответа искакали они у жертвенника который сделали полдень Илья стал смеяться над ними и говорил кричите громким голосом ибо он Бог может быть он задумался или занят чем-либо а может быть дороги а может быть и спит так он проснется и стали они кричать еще громче и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями так что кровь лилась по ним прошел полдень они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения но не было ни голоса ни ответа ни слуха я сегодня хочу вам сказать когда вы не исповедуете истину Божью какая она есть в книге Библии где Бог открыл всю правду о себе кто он что он сделал для нас чего он хочет от нас с вами мы тогда можем думать что мы в истинной церкви и мы можем пытаться доказывать мы можем что-то делать но ни голоса ни ответа не будет ни голоса ни ответа не будет потому что только Бог живой истинный Бог может решать какие-либо проблемы и посмотрите теперь что делает Илья тогда Илья сказал всему народу подойдите ближе и подошел весь народ к нему он восстановил разрушенный жертвенник Господен и взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Якова которому Господь сказал так Израиль будет имя твое и построил из всех камней жертвенник во имя Господа чем занимался Илья восстанавливает жертвенник Господа Бога что сделали люди с жертвенником Господа они разрушили его они построили жертвенник Ваалу а жертвенник Господен был разрушен посмотрите еще на одну важную деталь друзья мои Бог сказал Израилю Якову Израиль твое будет имя и двенадцать колен Израилю будут представлять один народ который я благословлю и хочу чтобы вы стали людьми которые расскажете всем людям на земле о Господе Боге своем но они закрылись для провозглашения этой вести и они никому не хотели дать своего Господа Бога они решили что это их собственность Господь Бог неба и земли и они ни с кем не хотели поделиться с Ним а затем отвернулись от Него и поэтому сегодня посмотрите что они сделали они создали два государства было одно государство так должно было быть и поэтому два колена в одном государстве десять другом из каких камней строит жертвенник Илья пророк из двенадцати но почему он находился в государстве которое десять колен надо было строить из десяти колен десять камней он восстанавливает истину и он говорит так не должно быть Бог этого не хотел это неправильно что два государства Бог рассматривает вас как единое целое и поэтому из двенадцати камней по слову Господа он восстанавливает жертвенник и посмотрите что он делает он не просто в любое время подошел к жертвеннику восстановил его и приносит жертву написано во время вечерней жертвы слышите когда Господь сказал не когда мне хочется не когда я хочу это сделать а когда мне Господь сказал это делать и я делаю именно так как сказал Господь говорит Илья и далее мы читаем и положил дрова на жертвенник и рассек тельца и возложил его на дрова это Илья делает заметьте что он делает дальше и сказал Илья наполните четыре ведра воды и выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова потом сказал повторите и они повторили и сказал сделайте тоже в третий раз и сделали тоже в третий раз и вода полилась вокруг жертвенника и наполнила ров наполнился ров водой сожигаемую дрова думали ли вы когда-нибудь зачем это нужно было делать ведь те священники которых было 450 и 400 этого не сделали они просто имели сухие дрова они положили на эти сухие дрова на своем жертвеннике рассеченного тельца и просто вопили Господу чтобы Бог зажег сухие дрова сухие дрова лучше горят и не было огня и дрова не загорелись скажите а мокрые дрова хорошо зажигаются быстро или я бы хотел показать что мой Бог у которого я верую для Него нет ничего невозможного и поэтому Он просил вылейте три ведра воды вылейте еще то есть четыре еще вылейте еще вылейте вода смочила эти дрова эту жертву она смочила всю глину камни наполнился ров водою чтобы ни один человек не подумал что Илья какой-то сказочник и что он подделал что-то чтобы убрать всякое сомнение что Господь использовал пророка Илью для спасения людей и поэтому Илья дальше действует слушайте во время смотрите когда во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал Господи Боже Авраама Исаака и Израилев да познают все день что ты один Бог в Израиле а я раб твой и сделал все по слову Твоему услыши меня Господи услыши да познает народ сей что ты Господи Бог и ты обратишь сердце их к тебе и не спал огонь от Господа с неба и пожрал все сожжения и дрова и камни и прах и поглотил воду которая во рве увидел это весь народ пал на лицо свое и сказал Господь есть Бог Господь есть Бог в тот день Илья произвел духовную революцию в тот день Илья был сильным реформатором в своем народе Божьим реформатором в тот день народ обратился к Господу Богу своему в тот день люди увидели что Господь живой и действует и люди повернулись к Нему вот почему Бог сказал что перед наступлением Дня Господня придет Илья тот который повернул Господу Богу народ Божий людей которые казалось веруют Бога но шли совершенно иным путем которые отвернулись от Бога но думали что поклоняются Ему и Он призвал их покаяться Он призвал их следовать библейному Богу и этот Бог показал себя в своей силе и поэтому Иоанн Креститель он тоже самое выполнил помните даже царь царь Ирод боялся пророка Иоанна Крестителя он боялся он видел что этот человек исполнен силы Божьей что он действительно выполняет особую миссию и я хочу вам сегодня сказать Илья пророк он пророчествовал на территории Израильского царства Палестине это может чуть-чуть больше чем Винницкая область территория там один человек мог справиться с этой ситуацией и призвать людей следовать за Господом Иоанн Креститель на какой территории выполнял миссию Ильи пророка на какой на той самой и поэтому достаточно было одного Иоанна чтобы выполнить эту миссию сегодня мы живем в преддверии второго пришествия Христа я сегодня хочу сказать каждому из вас сатана увлек людей разными философиями разными религиозными течениями чтобы люди потеряли Господа Бога и люди кажется молятся одному и тому Иисусу но так много конфессий вероисповеданий и люди думают что они служат Господу Богу но друзья мои даже вчерашняя лекция насколько она открыла что не так то было или я пришел или я здесь или я сегодня здесь это весть это не человек это не Антонюк сегодня Бог не может использовать одного человека для всего мира для того чтобы приготовить пришествие Иисуса Он вызвал движение книга Апокалипсис 10 глава потрясающе показывает как Бог действовать будет в последнее время она показывает кто такой или я пророк это движение вызванное Богом перед пришествием Христа во время суда на небе для того чтобы приготовить мир к пришествию Христа и Библия говорит что это вечное Евангелие оно будет провозглашаться спасительная весть в каждой стране мира в каждой стране мира Бог хочет чтобы люди приготовились к пришествию Дня Господня и поэтому я принадлежу к тому народу народу Божьему народу остатка остаток народа Божьего который не потерял свой цвет который не потерял ту же истину который придерживается той же истины которой придерживались апостолы Иисус пророки и сегодня провозглашает эту весть во всем мире в каждой стране Илья уже пришел скажите весть Ильи работала на этой программе или нет работала и это не весть Антонюка это весть Божья довольно хромать на оба колена довольно хромать на оба колена если Господь есть Бог Ему служите а если Ваал Ему поклоняйтесь но помните одно Он один у Него одна правда у Него одна истина у Него одна книга как можно читать одну и ту же книгу и родить сколько конфессий сколько направлений дьявол это сделал но сегодня придите к Господу Богу повернитесь к Нему еще не поздно Он сделал все чтобы вы услышали весть которая призывает поклониться Господу Богу в истине избрать Его своим Господом и Спасителем исследовать библейской истине только один путь одна дорога не опоздайте не опоздайте сегодня еще есть время я не знаю сколько Бог продлит этого времени еще до Его второго пришествия но полно вам хромать на оба колена повернитесь к истине она одна и следуйте за Господом сегодня я хочу пригласить вас доверьте свою жизнь в руки Божьи позвольте Иисусу войти в вашу жизнь в ваше сердце это изменит не только ваше будущее но уже сегодня вы будете иметь абсолютную уверенность в своем спасении если вы поверите Ему его письму а его любви к его детям на планете земля аплодисменты Встречи, разлуг на земле очень много Не знает никто ничего, кроме Бога Знает лишь только Он Таза, чем слезы льются, когда расстаемся Прощаемся снова, навек расстаемся А потом в ожидании встреч мы проводим Но нас ожидает встреча иная Нам небо откроет объятия рая Скоро, очень скоро Закручив им небесной нашей родной страны Но нас ожидает встреча иная Нам небо откроет объятия рая Скоро, очень скоро Зазвучит им небесной нашей родной страны Как не бывает Солнце без света Не колосится И поле без хлеба Без ночи нет и дня И весны не бывает Без теплого лета Надеждой надежды на встречу Душа лишь согрета Он скоро Зазвучит им небесной нашей родной страны Но нас ожидает встреча иная Нам небо откроет объятия рая Скоро, очень скоро Зазвучит им небесной нашей родной страны Дорогие друзья Я сегодня хочу пригласить вас Чтобы вы серьезно могли подумать О ваших личных отношениях с Господом Если Господь есть Бог То книга Библия Это весть Божья Это истина Это то, что Бог раскрыл о себе И Он призывает сегодня Следовать этой библейской истине Изберите Его И поверьте Ему Он ваш Господь Бог Но нас ожидает встреча иная Нам небо откроет объятия рая Скоро, очень скоро Зазвучит им небесной нашей родной страны Страны Спасибо огромное, Алла Алла уже нам рассказала о встрече и о разлуке Но я хотел бы еще обратиться к вам с призывом Прежде чем мы уйдем с этого места Мне хотелось бы сегодня сообщить вам о том, что 6 сентября Я приеду к вам Я сегодня хочу, чтобы вы могли услышать голос Божий Бог любит каждого из вас Я убежден, что каждый присутствующий хочет иметь вечную жизнь и Божье спасение И Бог пообещал каждому из нас это Однако Будете ли вы спасены Зависит от того Исповедуете ли вы веру Иисусову Веру, которая основана на Библии Всякий раз, когда вы видите Иисуса Он сталкивается с какими-то трудностями Когда Его искушает дьявол Когда Его искушали книжники-фарисеи Он всегда говорил примерно одно и то же Как читаешь? Как написано? Он обращался к Слову Божьему Он никогда не обращался к комментарию Как поступить в той или иной ситуации? Как скажет священник? Христос говорит Как читаешь в Божьем Слове? Так и поступай Придите к Богу Поверьте, что Библия Это единственная книга Которая от имени Бога Говорит о Боге Говорит, что Бог сделал для нас И говорит, что произошло в истории с нами И говорит, чем это завершится И говорит о том, что каждый из нас имеет шанс Иметь вечную жизнь и спасение Если вы не сделаете свой выбор За вас никто не решит Бог никогда не насилует волю человека Он говорит Придите ко Мне Придите к Нему Тому, который сделал все Для того, чтобы вы могли обрести вечную жизнь И Божье спасение Там, на Голгофе Он умер за вас Чтобы спасти вас от вечной погибели От вечной смерти После тысячелетия Поверьте Ему Поверьте Библии Шестого числа Будет крещение Я иду в воду Я буду стоять в воде И я хочу сегодня призвать вас Покайтесь И поверьте Господу И готовьтесь к крещению Шестого сентября Пусть Бог поддержит вашу веру Я хочу помолиться о вас О Отец наш Небесный Сегодня еще раз ты приоткрыл перед нами занавесь Что мы могли посмотреть Что Илья уже здесь Что весть Ильи Она звучит сегодня Громким голосом И она звучала в этом зале каждый день Когда ты призывал нас Поверить тебе Когда ты, Господи, призывал нас Чтобы мы могли восстановить истину Поверить ей И следовать ей Когда сегодня народ Находится, Господи, в узах Комментаторов и комментариев Когда они находятся в узах Как сказал священник или пастор Господи, научи их исследовать Слово Твое Научи их с молитвой искать ответов на свои нужды у Тебя Научи их поверить Слову Твоему И дай им смиренное сердце Следовать тому, что Ты открыл в Твоем Слове И готовь нас к Твоему пришествию 6 числа мы хотим вновь встретиться Но мы не знаем, Господи Ни дня, ни часа Своего Поэтому Если на то Твоя воля Помоги, чтобы это произошло И чтобы мы вновь встретились Чтобы мы все были живы Здоровы И чтобы вместе могли молиться Тебе И исследовать Твою книгу Библию И, Господи, помоги каждому из нас Переосмыслить, может быть, вновь и вновь То, о чем мы слышали То, о чем мы будем читать из Твоей книги Библии И помоги поверить Тебе И в тот день Помоги, чтобы многие Обратились к Господу Богу Своему И сегодня, когда мы расстаемся, Боже Пусть Твоя любящая рука будет в жизни Каждого человека, который ныне стоит перед Тобой Пусть Твои ангелы хранят и берегут каждого из них Позаботься о их домах О их семьях О их родных и близких Подавай им руку помощи Заботься о всякой нужде Утешай их в скорби И, Господи, дай им радость Твоего прощения И наполни их сердца любовью И к Тебе, и к ближним И, Господи, нам хочется Чтобы ни один не опоздал Стать на Твою сторону Храни, Господи, и меня в моих путях Дай радость встрече друг с другом И с Тобой Храни нас сейчас в дорогу Береги каждого пути Пошли нужный транспорт И, Господи, помоги нам приходить на встречи И во вторник, и в субботу Ибо молимся Тебе об этом Во имя драгоценное для нас Имя Господа И Спасителя Иисуса Христа Аминь Огромное вам спасибо, что вы были с нами сегодня Бог вас любит И мне хочется, чтобы каждый из вас Был искренним и счастливым его детем Всего вам самого доброго Спасибо за вашу теплоту И за вашу любовь До свидания До встречи